всем привет вы на канале fox tail с вами катерина и наш любимый симулятор полицейского нас с тобой направили опять в новый район в маленький райончик а тут говорят алкомбелл называется да сейчас эти его по карте опять же покажу что ты знал вот смотри прошлой серии мы с тобой в историческом даунтауне порядки наводили а те говорит давай к это к алкоголикам сходи не надо мне ничего ставить вот к алкоголикам говорит они тут разбушевались и давай ходи порядки свои наводи чтобы не все боялись а то мэра не уважают понимаешь ли но давай побегаем здесь мэр вообще хотел этот район сносить но тут маргиналы одни живут и посмотри посмотри какие дома некрасивые каменные но люди сбунтовались и там всякие эти митинги у них петиции в общем полиция огребла я правда тогда не работала еще только в академии учился а то что произошло давай примем инцидент так нам нужно найти сандра купера хорошо найдем вот значит здесь у них всякие были эти беспорядки полиция огребла и в общем в этот район больше не суются сандра белые коричневые штаны белая рубашка и в наушнике или серьги в ушах я это не разберу непонятно фотка стрёмная кто у нас такой наверное это пропавший человек логично мы же выищем значит он пропал это неплохой человек нет он просто он просто наверно оступился немножечко ты не он ты не он оступился немножечко пошел опять по наклонному пути преступности организовал о пг-шку а у пг-шку организовал начал прессовать людей в подворотне находит короче бедную жертву и говорит ей ловит ее в заводе деньги есть а это если найду и выходит еще три его подельника и грабит бедолагу грабит бедолагу забирает все что можно вплоть до трусов потом все это перепродают на этом на чем у них там на амазоне а ты все это покупаешь ты же не знаешь откуда это все за визиту отчета тут так стоишь тут разве так можно стоять вообще так нельзя стоять я тебя наверное могу выписать штраф ну-ка давай проверим могу ли я такой штраф тебе выписать вот поэтому мы с тобой ну спасибо зря только штрафану мы с тобой вот теперь должны найти ну чтобы люди нормально спали нормально он не был бы чтобы он тут местным паханом на красный мы с тобой не идем вот мы сейчас его найдем обязательно меня прям чуйка будет на таких мужиков они да они такие же прошары я такой крутой никто меня не поймает да я тут башляю деньги всем кому не лень ты тоже тут не можешь стоять могу ли его тогда просто эвакуировать да надо просто их эвакуировать боб по приметут одного чувачка то он охренел встает перед зербы зербой людям негде пройти полицейский идет куда же ты так разворачиваешься ты же мячу не сбил дурак испугал испугал так смотрим значит еще раз больше внимания сейчас направляем нам мужиков на блондинчиков чуть так столько там вас стоит вот явно вы стоите фигу вот прям чувствую что фигу вы стоите женщина женщина вы уже девушки вот такого мужчину не видали я никого не видал даже от такого мужика не отказалась ручки закинул и лежит загорает бедолага так смотрим внимательно может быть заодно по штрафикам по выписываем нам все-таки с тобой штраф это надо выписывать о это вот вот это ты запрятался вот это чтобы надо багажник почему кирпичная стена уйди пожалуйста почему я не могу эти тачки обыскивать если машина очень странно припарковалась то вполне вероятно что там какой-нибудь трубу в багажнике вызывая вызывая бабу он от он отгонит все хорошо труп багажнике потому что типа запрятал в укромное местечко сейчас сам как быстренько сбегу в туалет и поеду дальше закапывать в лес свою бывшую тещу которая меня гнобила за то что я полки плохо прикручу вот у меня все это достало я и решил отомстить так так ну давай тебя смотри как у нас сегодня с тобой прет прям вообще прет по и по парковкам по штрафам мы с тобой прямо на звездочку погонов скую скоро заработаем кучу баллов а может быть бы нам кто-нибудь бы дал взятку мы бы тогда бы не отбуксировали но никто же не дает взятку ты далеко встал ты в курсе никто не дает взятку все такие честные году нет что ты взятка себе дороже проще это заплатить штраф машину свою со штрафа стоянки забрать и радоваться жизни ну давай игры попробуй я еще шины могу проколоть могу шины проколоть чтобы мне повадно было ставить непонятно где но с другой стороны я же полицейский я же нет я же страж порядка так сказать мы не должны хренью себе страдать мы должны что не так все так мы должны с тобой прям по букве закона действовать вот вы идете на красный вы в курсе но идите фиг с вами меня вот тут вот тут вот стоит машинка мы с тобой и сейчас тоже оштрафуем я не могу найти мужика белой рубашки она белая рубашка наш далека заметно ее прям ну она же белая понимаешь надо нет если у тебя не белая значит она у тебя серая рада это стирать и чистотайдом там или чем-нибудь а замачивать опа я вижу мужика сошлись ну покажись а не он ли это а там были браун а у него блу ну смотри на меня ну что я похож что ли ну давай ладно рискнем мой он в очках блин а тот же без очков пока ладно прости пожалуйста я перепутал но покажу же удостоверение свое я все-таки на всякий случай убедюсь нет и не сандер купер прости пожалуйста и и возвращать тебе твои эти права все иди нафиг не штрафуйте меня минус болен лишний раз никого не это не спросишь про права разве так жизни бывает так не бывает тебе когда полицейский подход да это ваш паспорт и конечно начинаешь там у какого вам дела что я нарушила зачем вам мой паспорт начинаешь такой расспрашивать а тебе говорят слышь еще неприятности хочешь ты че хочешь неприятности хочешь в отделение проехать такой да нет нет вот пожалуйста мой паспорт ну или ты начинаешь умно разговаривать по букве закон тогда полицейский горит блин с этим хмырем мы ничего не поймаем пошли дальше вот вот это за возле гидранта стоит ведь все я уже просрала прости господи этот поиск человека там же время идет но город большой кто-нибудь другой его нашел может коллега мой нашел а мы прожим ищите отбуксировать можем коллега мой нашел он просто руб не мужчина новый пришел ему хоть и 45 лет а он знаешь какой полицейский крутой вы тут прям так все выстроились в ряд а вам тут вообще можно стоять ну типа стойте ну типа пошли вот этого бордюрщика бордюрщика штрафанем красивый цвет машины мне очень нравится как коричневый называется но цвет красивой машины не дает тебе право нарушать правила дорожного движения мужик а ты не охренел ли перебегать дорогу пожалуйста предъявите ваша де ты понимаешь ты переходил неположенном месте понимаю это простите очень-очень спешу на это на экзамены томас картер и куда же ты так спешишь на какие такие экзамены ягод это у меня вот сейчас мы его обычно у меня экзамены в художественной школе я будущий художник я группа сигарет хорошо а сейчас им ты не делаешь подделки подделки не делаешь могут нет нет то что я это честно рисую карикатуры вот если вы меня сейчас оштрафуете я на вас карикатуру нарисую я грудь а я бы тебе заплатила бы даже за эту карикатуру он злой да мне плевать что ты злой только не говори что мне минус будет и чё ой плюс 15 рисую сколько угодно своей карикатур мне плевать ручку в принципе тебе надо набивать вот мы с тобой опана тра-та-та кто мусор выкинул я не увидела ты выкинул мусор он выкинул мусор или пи или тот выкинул мусор кто-то из них двоих вышли в чей мусор признавайтесь а ты реально столько денег за выброс мусора я говорю реально да слышь я вообще тебе руки отрубал вот прям вообще гильотинку маленькую бы создала бы бегала вот кто бумажечку бросает всякую там банки пивные прям вот гильотинкой вы маленькие пальчики для начала бы мизинчик ну чтобы этому ну я уж не совсем зверь вот мизинчик ты уже сдалека видишь ахай идет человек без мизинчика значит он этот значит он любит мусор бросать и ты на него так сразу презренно смотришь вот ладно но типа ладно с кем не бывает на второй раз другой мизинчик и так по пальчику по пальчику и дошел бы до руки а уж кто-то кто-то кто извини без рук значит ты вообще охрененный мусорщик значит и планетку нашу загаживаешь значит не место тебя на ней все следующая голова но поверь после мизинчика уже многие бы задумались вот я добрая я добра а да не меня бы президентом ой меня жизнь была бы великолеп на нифига ты чувак слушай но она же стояла ну куда ты едешь курица ну кто ты где тебе права то покупали ты че издевать какое тебе такси ты видел на наших глазах ты я удар слышал я сразу сообразил ну че погнали сейчас все нафоткаем ой мужик да я не завидую я понимаю баба за рулем обезьянка оказалась а сейчас все нафоткаем тут вроде а повреждений особых нету вот это номер вот это номер ага ага ой тут у тебя по зеркала все номер по отлетал все по отлетала бедолага я один раз в жизни была свидетелем аварии причем так же получилось гуляла и такой бамах грохот страшенны а там какой-то прости господи но это вечернее время было олень несся по улице и не справился с управлением фигачился в столб давно стоп такой освещать освещательный вот ну к нему сразу ломанулись ну и я ломанулась посмотреть живой на живой был там сидел головку обнял пока там вызывали скорую полицию я думал для себя урок то усвоил что нехер гонять как олень там не знаю в никто не выскакивал данном темное время суток но все любят там до прибавить в газку включить какого-нибудь там этого лепса и гонять вот так делать не надо вот так не надо делать и во первых ладно ты сам погибнешь тебя не жалко как говорится хотя тебя тоже жалко тебя же родные любят не гоняй но других же можешь повредить это будет вообще отвратительно это будет вообще плохо нехорошо так обыскиваем но этот впереди был я думаю у него все нормально баба была за рулем но я думаю на таксистка она просто первый раз я так переволновалась так переволновалась неожиданно чувак баба да к тебе премию надо я же наркоторговца задержала ты посмотри она в его хреначилась и мы нашли с тобой наркоту тут вообще наркошный райончик алконавты наркоторговцы тут наверно а и кубики он короче вышел из дома кинул кубик выпадет две шестерки меня сегодня не поймают выпало тебе не две шестерки 666 лет будешь сидеть тюрьме за торговлю наркотиками сейчас все бы ищем нет подожди я не могу взять этот инцидент нет у меня этот у меня этот еще не закончен о и нож бабочки нарку наркотиков полно просто полнище нища полнище куда же ты столько-то вез товар на сделку он наверное ехал на сделку с главным наркоторговцем он ему травку сушит и пушку ой чувак ну слушай давай рассказывай как растил как сушил как обгонял кто-то и по крайней мере давай яви себя миру чтобы все знали как тебя зовут вот офицер черт меня попутал это не мое от меня таксистка подкинул я груда да 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 харрис логан как же ты дошел до жизни такой как же я так вот тебя вот удачника сейчас обыщу явно еще наркотики найду заголяйся присаживайся штанишки с ним шоколад и нарки и влажные салфетки а ну ты уже по и понятно он уже значит под наркотой смотри сейчас будем проверять тест на наркотики марихуаны полно шоколадка есть значит жрать хочет уже пожал дыши ты ему че зубы лечь что ли ты хосе ну нормально это так это какая-то наркота замечательно замечательно ты поедешь надолго в камеру к своему дядюшке ко всему вашему семейному наркотическому бизнесу 0 40 0 47 дофигища так 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 рассказывать ягод я не знаю опасность создала эта женщина на дороге я просто остановился на красный сигнал светофора ягода женщине ты надо обнять и ручечку поцеловать потому что ты ты наркоман хренов наркотики каннабис же там был да много-много каннабиса нет я пока не могу ничего принять отстаньте я тут поймала такого крутого наркобарона вы мне сейчас хотите еще куда-то это плюс офицер не у это не забирайте меня не сажайте меня не хочу я в тюрьму там будут меня это тюремить по полной посмотри какой красавчик развед разве я выживу в тюрьме не выживешь конечно же не выживешь поэтому я тебя и посажу потому что такие как ты на улице не должны ходить детишечкам торговать наркотиками нельзя наркотики это плохо так так женщина погоди я теперь твою тачку обыщу может это тоже под наркотой кто тебя знает офицер горченко пожалуйста забери вон того хмыря черный бабу не трогай бабу я еще не до про не допросила так у нее зажигалки и кошелек пока норм пока норм она говорит пройдите пожалуйста со мной ну все ну все у меня же нету денег на адвоката вот как нету денег на адвоката если ты извини меня наркотой барыжа у тебя же должен быть крутой адвокат или звони соло это уж ты сам выбирай на ничего нету я думаю что у нас просто великолепное стечение обстоятельств при котором бабе просто не повезло предъявите пожалуйста ваши права вы не видимо недавно за ним да я готова только вышла подработать понимаете моя работа в две смены на заводе все равно денег не хватает ты эмма тейлор я тебе конечно сочувствую но понимаешь я тебя сейчас буду обыскивать буду расспрашивать и я надеюсь что у тебя нет никакой наркоты ты просто заплатишь штраф за поцелуй в попу машинки то и будет жить нормально вижу ее карты игру обычная таксистка просто просто вот не повезло но тесты на наркотики это все на нет быть я не принимал честно не принимала дышни дышните в трубочку ничего нету мне ее жалко вот иногда же бывает вот когда ты видишь да идешь по дорожке смотришь две машины столкнулись и думаешь о дурак в задницу въехал но это но там бывает ты засмотрелся на синичку которая к тебе залетела там или то что да хрена у тебя промилле мне кажется или засмотрелся на не знаю на красивую кошку на девушку красиво засмотрелся такое тоже бывает расскажи пожалуйста понимаете понимаете меня пассажир отлигает это не туда едешь не туда ешь а я говорю как же не туда я же по навигатору вот он меня отвлек и все и все так вот случилось а сейчас я репорт напишу я и штрафа за что я буду выписывать штраф это уже суд пусть и выясняет вроде мы с тобой все сделали вот смотри это что такой драйвер кар это не то ага смотри что а тут можно за зеркала за разбитые деду конечно она же прости господи в аварию попала просто что-то она проигнорила может быть наверное сигнал светофора они соблюдают нет подожди это не это поворот была большая скорость я тебе вербально скажу просто пожалуйста соблюдать скоростной режим она года обязательно спасибо офицер все все я сделала ну твою машину я конечно тоже буду а мне тебя тоже надо посадить тюрьму да за что ты пешком до дома пойдешь за что ее сажать ты ну подумай она же нормально а ва это же авария тоже ничего такого страшного не случилось ничего за что я ее буду арестовывать ты можешь уезжать ты же забрала негра он вообще охрененно попал сам не не понимает как мне так случилось так что у меня есть новые это да 281 метр у меня конец рабочего дня нет я пока брать не буду спасибо мы с этим закончили вы час эвакуаторщик наверно заберет машину и у меня все будет закончен да мы с тобой получили бонусы все квест выполнили у меня уже конец рабочего дня поэтому с тобой пойдем в направлении нашей доблестной комнаты полиции будем там писать репорт может быть конечно я должна была эту арестовать но с другой стороны за что за что я ее могла арестовать у нее там ничего не было ни пушек ничего она просто в аварию попала может быть за разбитое стекло но я и устное предупреждение говорю соблюдайте пожалуйста скоростной режим не гонять больше так минус 55 прикинь а за что хочу я не так сделала бабу что ли не арестовала или я за то что отказалась от другого фиг знает ладно мне понравилось мне кажется я разобрала аварию очень хорошо очень четко и прям вообще все было шикарно куда идти то здесь можно пройти подожди в эту сторону все верно в эту сторону идем блин я репорт написала все написала бабу отпустил но в следующий раз я не буду тогда никого отпускать буду всех задерживать так что ли надо даже тюрьмы переполнится вы понимаете на наши налоги мы будем содержать этих преступников которые в принципе порой и не виноваты где пойти пройти там я вон сейчас туда заверну думаешь я отдаляюсь я вот сюда хочу направо и мне кажется тогда я буду приближаться к нашему полицейскому участку вот спонталык у меня сбивают сейчас я не могу не оштрафовать никого вот я и так вижу куча штрафников стоит ничего не могу сделать сейчас мне еще наверно выговор какой-нибудь скажут ну ее мою офицер как он меня зовут эшли разве вот так вот можно было отпускать эту женщину она же вы врюхалась ему в жопу а ты ее отпустила ты поступила по женской солидарности да ты ее посчитал невиновной я посчитал ее невиновной потому что ничего такого страшного не случилось ну поцеловала она его ну и чё и чё померяйте не встать теперь нет вы зато она помогла задержать очень плохого человека у него блин полные карманы были наркоты и вы мне хотите сказать что я не права я так я не это не поддерживаю я протестую я пойду протестать это я не буду в этом районе работать мне кажется меня подсаживают просто реально у меня кто-то там это взъелся на меня наверное хотел мое место меня все-таки здесь перевели следить за порядком подожди где он а погоди а я здесь прям отлично играю погоди я не пойму где мне этот полицейский мой участок слежу за порядком как не знаю кто ничего не пойму давай смотреть вместе 55 56 у нами на той стороне надо просто обойти и в полицию прийти 57 56 55 в ту сторону наверно за тем углом ой понаделают не по а вот ты где нет это не он нет я еще хотел сказать а чё надпись то не прифигачили надпись то нужна что это полицейский участок погоди да отстань ты там блякаешь блякать мне не надо я понимаю я понимаю что я заблудилась маленечко вот здесь наверное здесь зона перекрыта видишь я заблудилась и серьезно я новый район его еще плохо знаю мне он прям глаз не наметан не намет не намечен здесь у нас закрыты значит напротив вот в этой части все вот в этой части где-то мой полицейский участок пустите пожалуй вот это что ли полицейский участок нет это просто хрень какая-то с флагами вот полицейский участок вы не могли нормальную вывеску сделать мать вашу как я вас тут найти то должна вот он немножечко мимо прошли все хорошо хоть бы цветы посадили красоту навели а тут галима асфальт все я пришла не орите на меня чуть-чуть задержалась так где наше это кресло давай посмотрим а почему мне такой все-таки минус фигачили я так и не поняла сейчас глянем сейчас мне чем 100 пудов откроется открой мне что-нибудь ага так вот смотрим нет а да смотри за инцидент 2 2 2 2 2 0 кантку что-то я короче тут не доделала можно было еще наверное что-то сделать или это вполне возможно за те от которой я отказалась вот смотри гиф отсидент за драйвер я написала здесь наверное за скорость я и не должна была говорить но в целом в целом все нормально смотри как мы с тобой продвинуть все замечательно не надо мне тут ляляк все хорошо все чудесно все офигенно вот у нас с тобой так два района мне этот район не очень мы с тобой в следующей серии пойдем назад в исторический район там люди поприветливее будем там играть а на этом все всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал всем пока пока